Важность не оценить, потому что для нас этот парк – это место святое, которое мы, начиная с 1983 года, создавали. Вот все эти аллеи елочные, все это был пассаж нашими руками. Этот парк – знаковое место и для Ирины Кожуховой. Она помнит его со дня основания. Здесь когда-то прогуливались с сыном, а теперь приводят сюда троих внуков. Открытие сквера самарцы ждут с нетерпением. Ну и все, конечно, переживают. Сейчас вот во дворах где-то гуляют, и все сразу говорят, ой, скоро сквер будет готов. В общем, придем сюда гулять. И сейчас вот смотришь, очень красиво будет, я думаю. И эти дорожки необычные, да, с травкой, и цветы всегда здесь. Ну, любуемся, тем более, что живем напротив. Сквер Фадеева отремонтируют от А до Я. Здесь подрядчик выполнил уже более половины работ. Уложили тротуарную плитку, установили бордюры. Готова беговая дорожка. Уникальная в своем роде. Такого покрытия больше нет нигде в Самаре. Ходить по ней на каблуках и ездить на велосипедах категорически запрещено. Сейчас укладывают рулонный газон львиную долю, около 4000 метров. Уже положили. Параллельно регулируют работу автополива. Практически готово и освещение. Освещение у нас почти уже везде сделано. Если посмотрите, уже стоят шары. 100% установлены все закладные детали. Опоры по тротуарам. Сейчас установлены опоры на спортивных площадках. Сегодня закончим мы основные 9-метровые опоры. Ну и будем стараться включать. А вот на следующей неделе привезут детали детской площадки в космическом стиле. Ее обещают смонтировать за 4 дня. В это же время появится и около 20 скамеек. Установят и урны. Также в ближайшем будущем будет готова теннисная, хоккейная и баскетбольная площадки. Сейчас в это сложно поверить. Но скоро это будет изюминкой сквера. На клумбах в космическом стиле яркие узоры создадут благодаря цветникам. Петунии, сальвии, цинерарии. Всего высадят более 400 однолетних цветов. По национальному проекту «Жилье и городская среда», а также по программе формирования комфортной городской среды, облагоустроят 20 тысяч квадратных метров сквера. Это самый большой из четырех проектов, который реализуется в этом году в городе. Будет полностью переделана вся инфраструктура с сохранением тех базовых задач, которые изначально ставились, когда сквер создавался. При этом основной задачей также являлось максимальное сохранение деревьев. Темпы подрядчик взял ударные. До первого сентября обещает завершить все работы. А жители смогут прийти в сквер уже в День знаний и порадоваться красоте обновленного парка. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.